Маткульт, привет, друзья! Дима! Привет! Привет, дорогой! Есть тема, которую я когда-то использовал вообще как лакмусовую бумажку, понимание, понимает ли человек, как двигаются тела. Очень простая задачка. Значит, где-то в космосе валяется прямоугольная пила. Ой, пила, плита, извините. Размера у него 3 к 2. Здесь 3, например, метра. Кубрик, космическая одиссея. Ну, не совсем. Она однородная по толщине, никаких сил на нее не действует, она в космосе лежит, никаких там звезд, ничего нет. А толщина важна? Все хорошо. Не важна, да. Задача плоская. Если хочешь, можно ее задать, пусть тебе будет сложнее, но давай не будем мучиться. Не будем. К ней прилетает двое зергов, например. Или тебе не нравятся зерги, зерги, ты что, Старкрафт, неважно. Хорошо, двое инопланетян. Один синий, другой зелененький. Я ни одного слова не знаю, ни зерг, ни Старкрафт. Ну, хорошо, инопланетянин, ты знаешь слово? Да, да. Супер, куда-нибудь подойдет. Но говорят, его не существует. Это отдельный вопрос, можно целый ролик про это написать. Конечно, ну, во-первых, очень много есть ответов на этот вопрос. Может быть, они есть, может быть, нет. Может быть, их цивилизации живут достаточно недолго, чтобы мы не успевали их заметить. Ну, не суть. Да, кстати, вот это, я когда думал сам, у меня вот эта версия выходила, что человечество, прежде чем себя расхреначит, буквально пару тысяч лет существует. Ну, там, может, 10 тысяч. А все это на миллиардном... Да, и даже то, что мы излучаем что-то странное электромагнитное в мир, да, мы это излучаем, а потом перестанем, да, может быть, излучать. Черт его знает, недолго, мы пока живы, да? Значит, короче, один инопланетянин хватает за плиту в центре короткой стороны, в серединке. Вот я пометил, что, прям, по-мематически, ты так любишь помечать, правда же? Да, конечно, конечно. А другой взялся за... В одну треть. Да. Ой, ты даже угадал, мне кажется, что я не попал в одну треть. Не попал, но, наверное, у нас там середина, значит, здесь... Не, ну, хорошо, давай, а давай мы как-нибудь... Ладно, давай на треть пусть будет, для чистоты. Нет, это точечка, на самом деле. Ну, да, он взялся. И с такой же силой... Тянет вдоль. Тянет в другую сторону. Они прям вот... Каждый хочет скорее к своей... На земле нет, которая это все притягивает, да? Никого нет, да. Просто есть два декоменитянина с какими-то джетмаками. А электричество будет, ты сказал, электричество? Нет, электричество это совсем другое. Это чистая механика. Так. Ты же отказался, ты побоялся. Так что вот этому, соответственно, два к одному. Так. Не в ту сторону я нарисовал. Ага. Давайте лучше нарисуем во внешнюю сторону, чтобы потом на плите можно было всякое рисовать. Вопрос. Вокруг какой точки будет крутиться плита? Известно, что по модулю эти силы равны. То есть они вот такие прям одинаково сильные инопланетяне, один один синий, другой зелененький. А считается очевидным, что она никуда не поедет? Это я не знаю. Это к тебе вопрос. Но она, наверное, начнет вращаться. Мы как-то криво ее тащим. Честно, то есть идея какая, что раз силы противоположны полностью, да? Да. То как единое целое издалека никакой силы направляющей все это куда-то как бы нет, да? Ну, наверное, да. То есть, наверное, она начнет вращаться, да. Вот вопрос, вокруг какой точки она будет вращаться. Все быстрее и быстрее, да? Да. Ну, это нам интересен первый момент. В самый первый момент, вокруг какой точки она будет вращаться. Если мы осознаем, вокруг какой точки в начальный момент, дальше тоже все получится. Думайте, даже не ставьте на паузу, ибо сейчас я буду тормозить, и за это время вы можете подумать. Так, ладно, начнем вот с такой ситуации. Тогда просто ничего не будет происходить. Да, вообще ничего не будет происходить, конечно. А тут они кривенькие какие-то, вот все косенькие. Так, теперь рассмотрим вот такую ситуацию. За твоей спиной, возможно, не все видно на доске. А вот такую ситуацию. Да, ну, например, да. А если здесь, а не здесь. Да, сейчас, значит. Что-то может придуматься? Дышь, дышь. Почему ей не стоять вообще на месте? Нет, ну крутиться она будет. Представь себе просто это, да? Вот ледяную какую-нибудь штучку на столе. Ну, ледяная, что трения не было. Да, да, да. Да, если ты ее потянешь, она будет крутиться. Она будет, да, крутиться? Ну, очевидно из житейского опыта. Житейский опыт физики очень много. Ну, наверное, да, наверное, будет. Может дать. Конечно, будет. Значит, какая-то точка должна быть в состоянии равновесия, да? Какая-то точка в состоянии равновесия. Как понять, какая? Тут какие-то законы надо знать, да? Слушай, ну, мне удивительно. 75% людей, которым я предлагаю задачу, они делают следующее. Они говорят, соединим эти точки. И вокруг центра этой прямой. Ну, очевидно, тут моменты будут одинаковые, все будет одинаковое. Вот вокруг этой точки будут крутиться. Нет, тебе не нравится такое решение? Да видишь, я момент не помню, что такое. А, неплохо. Но это, конечно, туфта. Я помню, что что-то там момент. Что такое момент? Чтобы зрители ролика, ага, как туфта. Это урок физики, урок. Я не помню ничего. Я имел прекрасные оценки. Все пятерки у меня были по физике. Но это было так давно. Так давно. Но, кстати, почему-то факты, которые достаточны для того, чтобы решить задачу в школе, дают, но ничего подобного не разбирают. И нормальный школьник точно так же, я крайне мало знаю, встречал вообще школьников, которые, не будучи олимпиадниками серьезными, сходу говорили правильный результат. Потому что он здесь очевиден. На самом деле, значит, я могу тебе сказать следующее. Правда в том, что, когда была механика, я ее очень хорошо понимал. Потом начались какие-то другие, я стал плохо понимать. А потом в одиннадцатом я приударил за физикой. И таки сдал ее на пятерку на выпускном. Но вот что-то произошло с физикой, почему-то я ее всю забыл. Вот почему математику я не забыл. Почему физику я забыл. Ну, математикой ты начал заниматься. Ну, видимо, да. И тот навык, которым ты не пользуешься, потихонечку уходит в песок. Ну, сейчас, подожди, значит, что все-таки происходит? Вот что, нет, явно тут важно, что здесь вдоль, а здесь перпендикулярно. Наверное, верно. Смешно то, что ты на самом деле практически целиком решение уже сказал. Но сам этого не заметил. Это вообще, я считаю, красота. А, подожди, ты хочешь сказать, что похрен здесь тянуть или здесь? Это я не знаю, это к тебе вопрос. Это? Ну, правда жизни в том, что, конечно, выбор конкретной точки вдоль прямой приложения силы с точки зрения вращения не важен. А, ну тогда это значит, что можно заменить на вот такую. Можно. Правильно, да? Можно. А можно и на такую. А, можно и на такую. Да. И как это помогло тебе в решении? А эту можно на что-нибудь заменить тоже? Эту можно на такую. Можно, да. Да, да, да. Можно ли как-то сделать, чтобы они как-то были по... То есть это здесь, короче, это здесь, да? Пожалуйста, любой каприз. Так, да блин. И что? Так, и что? Да, ясно, что это решение не может быть верным, потому что так же тогда должно быть и это решение верным. Да, да. И вот это, и вот это. Да, то есть это как бы явно что-то не то. Явно вот эта вот выпирающая сюда дрянь, она должна как-то влиять на ситуацию. Потому что если бы ее не было, то понятно было, все-таки относительно центра она бы вращалась, если бы вот этого не было. А почему относительно этого центра, а не этого, не этого? Почему? Ну, потому что нам вот не важно, в какую... И что? Ну, и масс... Ну, как бы, смотри, вот давай так. Давай. Почему вот для этой задачи, мне кажется очевидным, что вращение будет относительно центра? Почему? По следующей причине, потому что мне не важно, где прикладывать силы, и ясно, что ситуация полностью симметрична. Да. Но если полностью симметрична, значит вращаться может только относительно симметричности. А симметричность здесь только одна, это ценность. Ну, хорошо, да. Ну, согласен, да? То есть это чисто математическое решение, что... Ну, физика тоже так делается, все нормально. А если мы чуть-чуть сдвигаем, чуть-чуть сдвигаем, и все, симметрия потеряна. Явно все меняется, да. Конечно, поэтому силы не здесь, а здесь. Да, не предлагайте тут. Да. Вот. И из каких же соображений вообще можно... Слушай, мне кажется, пора уже что-то переходить к решению. Или ты хочешь еще побиться? А я просто уже, я больше ничего не могу сказать. Я просто не знаю, из каких соображений можно ее решить. Хорошо. Ты на самом деле все сказал. Вот так, да? Да. Давай вернемся к твоим словам. Я тебе прям, я, ну, сложно сказать, что я зацитирую, но я попытаюсь. Потом комментаторы скажут, удалось мне это или нет. Физика это какая-то волшебная совершенно вещь. Да, все волшебство. Вроде законы есть, на самом деле законов нет. Мы смотрим издалека. Нифига себе. Законы есть, законы есть. Законы решения задач отсутствуют. Как будто в математике есть законы решения задач. Ну там тысяча приемов и все отлично. В физике тоже есть тысяча приемов и все отлично. Никаких отличий. Конечно, они пьяники выдумывают так, чтобы и в сверх этой тысяче тоже было. Да, да. И в математике, и в физике. В физике сложнее придумывать новые методы, но тоже как бы люди стараются. Иногда получается. И в математике тоже получается не каждый раз. Так вот. Смотри. Ты сказал, если мы издалека посмотрим, мы же не увидим, что она поедет никуда. А почему ты к этому выводу пришел? Ну потому что... Из-за интуитивных соображений. Для интуитивных соображений у нас специально придуман второй закон Ньютона. Который говорит, что если мы напишем, если мы соберем всю массу того, что у нас есть, в центре масс, приложим к ней все силы, которые действуют, то центр масс будет двигаться так же. Ничего не изменится для него. А, ну в данном случае это значит, что все сократится. Да. Это означает, что ускорение центра масс, да, закон Ньютона будет иметь какой-то вид, да, масса всей этой плиты, но ее ускорение, ускорение ее центра масс, да, это важно, равно сумме сил, то есть F1 плюс F2. Мы договорились, что по модулю они равны по направлению предположим, то есть 0. Масса у нее вроде не нулевая, значит, ускорение равно нулю. Скажи мне, если есть точка, у которой ускорение равно нулю, как будет вести себя скорость этой точки? Она будет постоянной. Ну, если изначально покоилась, она и нулевой будет. Ну да. Она не просто будет постоянной, она даже нулевой будет. Значит, эта точка никуда двигаться не будет. Какой мы можем из этого сделать его? Тьф, вокруг нее и будет вращаться. Совершенно верно. Все. Вот и все. Если ты приложишь какие-то силы, как угодно, если их сумма будет равно нулю, тело будет вращаться вокруг центра масс. Как ты их не прикладываешь? Конечно. Вообще? Вообще. То есть, похрен еще и сюда, или сюда? В частном случае чуть более общего утверждения. Подожди, а если вот так я сделал? Все равно вокруг центра масс будет крутиться. Да? Да. Вообще, они же с той стороны, от него обе. И что? А крутиться будет вокруг центра масс. Да е-мое, подожди. Но так они просто компенсируются, да? Так вообще не будет крутиться. Да. Но можно сказать, что и тут вращение просто нулевой угловой скорости. А, они будут все сильнее и сильнее просто крутиться, да? То есть, вот так чуть-чуть будет крутиться. Ну, тут так моменты немножко друг друга компенсируют. Так они наоборот и та, и та разгоняют. Угловое ускорение будет разное. Для вращательного движения есть отдельный закон, похожий на второй закон Ньютона. Можно посчитать угловое ускорение, которое эта сила придаст, это в сумме они. Любой каприз. Это вот с интуицией-то. Вот так? Никак. Как раз это вопрос физической интуиции. Есть люди, которые сходу отвечают, ну как, вокруг центра масс, вокруг чего еще в принципе может. Ощущаться в такой ситуации плита. Только вокруг центра масс. Да? Но. Офигеть. Ну нет, не офигеть. Очень простая задачка. Я не мог принести ничего проще, честное слово. Блин.